добрый день дорогие пекари сегодня испекла вот такой красивый румяный киш он с тунцом брокколи шпинатом в вкусной заливке и украшенный сдобренный вернее острым перцем это тесто на этот киш на закваске на муке твердых сортов пшеницы у меня уже есть рецепт киши на канале но там простое тесто песочное здесь тесто совершенно другое и я думаю она вам обязательно понравится чуть-чуть лишнего я его зарумянила чуть отвлеклась но уверена на вкусе это никак не отразится если отразиться только в лучшую сторону давайте приступать к рецепту придумалось мне сделать не сладкий киш на закваске с рыбой и овощами и хочу попробовать его сделать на муке символа до этого я уже делала киш на простом песочном тесте в этот раз хочу сделать на закваске берем сливочное масло нарезаем его в миску можно кубиками можно пластинками но масло должно быть у вас уже довольно мягкое 130 граммов масла порежем чуть помельче насыпаем 200 граммов семолы семола это мука пшеничная твердых сортов пшеницы у нее более низкий гликемический индекс 20 граммов сахара сахар не для вас сахар для брожения закваски 3 грамма соли и начинаем растирать масло с мукой и солью сахаром совершенно элементарнейшее тесто но я думаю если вы его сделаете вы его полюбите берем пшеничную закваску она у меня как раз достигла пика пузыри начали лопаться на поверхности 120 граммов и и сюда наливаем и замешиваем тесто вместе с закваской смотрите какой классно эластичное сразу становится тесто как она замечательно собралось сразу же семола это мука вот такая желтого цвета в виде мелкой крупки очень приятная в работе в основном она используется для макаронных изделий для региональных некоторых хлебов для пиццы она используется в общем получили вот такое довольно жирное тесто она у нас фактически песочная сейчас я его оставлю минут на 20 полежать и потом мы его еще раз подмесим накройте крышкой обязательно чтоб не подсохла возвращаюсь к тесту смотрите на нем есть такие белые точки это соль не растворившие тесто надо замесить миссим на столе растиранием тесто плотное месить его вполне удобно замес будет короткий мне просто нужно чтобы окончательно растворилась соль то есть буквально 3-4 минуты я его промежу ну вот тесто и замесилась буквально пять минут максимум все она жирная не липкая сейчас у меня 6 часов вечером на 4 часа брожения я оставляю его при комнатной температуре под крышкой через четыре часа уберу в холодильник да но там застынет потому что много масла в тесте она там застынет но ничего страшного за 4 часа она уже побродит и дальше завтра мы им займемся потому что но ночью я не хочу заниматься пирогом все оставляю бродить не буду вам показывать через 4 часа убираю в холодильник утром достала тесто на киш из холодильника и она конечно застыла потому что много очень масла в тесте и она застывшая час не поленюсь и разломлюсь смотрите внутри она разрыхленная но в целом она увеличилась мало я ему сейчас дам постоять немного в тепле я думаю что часа будет достаточно нам в кише по большому счету разрыхление большое не нужно нам нужно чтобы тесто было нежно и закваска на это уже работала целую ночь сейчас на часок я его оставлю за это время подготовлю начинку брокколи я уже приварила обварила в кипятке минуту-полторы и потом поместила в холодную воду добавила лед чтобы она сохранила зеленый цвет буду добавлять еще шпинат и рыбу сейчас подготовлю рыбу здесь у меня размороженный тунец и сейчас мы будем запекать для киша начинка должна быть готовая потому что он печется быстро по времени если вы положите сырую начинку он просто у вас не успеет приготовиться подготовлю кусочки и выкладываю форму для запекания много камеру повернула рыбу сбрызгиваем лимонным соком немножечко оливкового масла потому что тунец суховатый масло ему не повредит немного соли и чуть-чуть перца все духовку разогрела на 200 градусов до накройте обязательно фольгой что не хочу чтобы рыба засыпала в духовке я хочу чтобы она запеклась и минут 15 будет достаточно вот такая прекрасная форма у меня есть для киша я с удовольствием буду ее использовать смотрим на тесто она постояла час она стала очень рыхлым распределяю тесто в форме тесто практически как песочная и по составу и по консистенции похоже на песочная из него легко лепить но она по сути своей песочной поэтому просто руками ничего не раскатывая распределяем тесто распределила полностью подняла бортики прям до края даже чуть чуть выше края и прокалываем обязательно донышко и обязательно прокалываем и бортики тоже дальше делаю груз бумагу пекарскую и насыпаю нут пускай будет тяжелее чтобы тесто не вздувалось сколько она заквасочная у нас она будет пытаться надуться ставлю в духовку духовка разогрета на 180 градусов на 15 минут пока тесто печется подготовим начинку рыба у меня запеклась но в принципе у нее кусочки небольшие я прям здесь их разделю на чуть помельче кусочки не буду перекладывать пока горячо поэтому вилкой это делаю брокколи порежу чуть помельче чтобы соцветия были не такие крупные чтобы было просто больше чаще они попадались в выпечке прошло 15 минут смотрим на основу для пирога она сильно надулась сейчас я уберу ну смотрите надулась сильно поэтому ой дыру против поэтому протыкаю еще раз тесто еще совершенно сырое только край подпёкся ставлю снова в духовку еще минут на 10-15 200 градусов вверх плюс вниз и продолжаю делать начинку здесь у меня шпинат замороженный магазины своего не вырастил к сожалению но замороженные вполне приличные и не первый раз его берут и нужно сделать заливку берем твердый сыр натираем его на мелкой терке подойдет любой твердый сыр который у вас есть прервалась у меня запись яйца добавляем сюда немного молока добавляю чуть-чуть мускатного ореха перемешиваю чуть-чуть соли перемешиваю и дальше остается добавить сыр вот теперь корж готов он и должен быть готовый потому что у нас готовая начинка запекаться будет только чтобы схватилась заливка берем выкладываем рыбу кусочками в любом порядке как вам нравится вслед за тунцом выкладываю шпинат такими он мелко измельченный поэтому кусочками по всему объему понемногу осталось мне рыба и шпинат поэтому завтра можно будет повторить пирог тесто замесить недолго как вы убедились поэтому делать его можно буквально как только вам вздумается выкладываем брокколи зеленого цвета много хочется чего-то яркого добавить сейчас я подумаю по моему выглядит прекрасно сверху заливаем заливкой стараемся чтобы она распределилась тут сыр везде попал решила добавить краска пикантности своему кишу порезала кусочек чили перца не целый где-то одну треть стручка и посыпаю сверху все сейчас ставлю запекаться готов будет пирог когда заливка запечется можно его будет чуть пошевелить если вы увидите что она стабильно стоит значит готова ставлю печь 200 градусов температура кишу меня испекся смотрите как зарумянился отвлеклась буквально на секунду и он прям стал очень загорелый красивый поставлю сейчас его на решетку пусть он немного остынет и он самый вкусный когда теплый то есть горячим его есть не нужно холодным тоже не стоит а вот чуть теплый он самое то что нужно остынет несколько минут и можно будет попробовать ну что давайте попробуем киш обожаю эту форму резать в ней можно прямо не вынимая пирог конечно есть те кто будет переживать за ножи то что ножи портятся ну я сама точу свои ножи поэтому мне может смотрим ну красота начинки много тесто умеренное количество сейчас будем пробовать на самом деле пока я пекла мне некогда было пообедать даже и мне в любом случае сейчас будет вкусно как сочно потрясающе тесто очень хрупкое нежное извините она практически не ощущается нежнейшая очень сочная начинка как это вкусно я сама себе завидую потому что это потрясающе вкусно не зря я добавила кстати перец острый чили легкая остринка прям добавляет еще красок в общем я буду доедать подписывайтесь на все мои каналы все ссылки есть в описании обязательно подписывайтесь на телеграм то что это самая оперативная площадка там я выкладываю все новости буду жевать дальше жевать и говорить но мы с вами продолжим печь испечем много всего интересного подписывайтесь обязательно и ставьте лайки и пеките такую вкусноту пеките присылайте в телеграм фото и видео хвалитесь и делитесь своими впечатлениями вот все буду доедать очень вкусно очень очень вкусно до сих пор